Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Махараджа Александр, и моя драгоценная жена Арчена. Намастай! Арчена – это ясновидящая из Индии. Арчена – это человек, который, путем глубоких медитаций, получает для нас божественные послания на самые важные вопросы, волнующие нас в современности, и делится этими посланиями с нами. Я хотел бы предоставить слово Арчене. Пожалуйста, Арчена. Я хочу послать мою глубокую признательность и благодарность всем нашим подписчикам и нашим подписчикам будущим. Я читаю, когда у меня есть время, я читаю все ваши комментарии. Не на все, конечно, могу ответить, но я читаю и чувствую ответную связь от вас, ответное тепло от вас, это согревает, это вдохновляет, и я благодарю вас. От себя я тоже хочу добавить, что, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал прямо в начале видео, ставьте лайк прямо в начале видео, пишите комментарии прямо в начале видео, распространяйте видео в начале. Это помогает распространять видео на максимально широкую аудиторию. А теперь возвращаемся к нашей теме. Тема у нас «Будущее Сибири». Сибирь – это не просто огромнейший регион, это важнейший регион для будущего России. Сибирь, ну, все знают это слово, все знают эту территорию, но немногие понимают, насколько вообще гигантскую роль Сибирь играет в экономике России. Мы все в России живем хорошо во многом благодаря Сибири. Причем вдумайтесь, что в Сибири живет всего лишь где-то примерно 15% населения всей России, всего лишь 15%, а, допустим, в регионах Сибири, таких как Ханты-Мансийский автономный округ и соседний Ямало-Ненецкий автономный округ, живет всего 1,5% населения России. И вот эти 1,5% дают доход стране 33% от всего дохода нашего российского государства. Представляете, 1,5% населения Сибири дает 33% от всего государственного дохода. Объясняется это тем, что именно в Западной Сибири находятся крупнейшие месторождения нефти на территории России и севернее, там, где Ямало-Ненецкий округ, крупнейшие месторождения газа. Они дают основной доход. Но вот в чем дело. Дело в том, что, по оценкам ученых, извлекаемые запасы нефти закончатся в Западной Сибири уже к 2050 году. Только вдумайтесь в это, что такое 27 лет. А за эти 27 лет ситуация изменится кардинальным образом. Ну, просто для примера вспомните, что было 27 лет назад. Вот сейчас мы записываем, это 2023 год. 27 лет назад это было 1996. Посмотрите, какой путь прошла страна, и как много всего вообще и в России, и в мире за это время изменилось. Так вот, точно так же за следующие 27 лет тоже очень-очень многое изменится. И мир будет другой. И в частности, в этом мире не будет нефти в Западной Сибири. Вернее, она будет, ну, вот та самая трудноизвлекаемая нефть, которую можно добывать путем гидроразрыва пласта, то есть уничтожая просто природу до конца уже просто приканчивая ее, то, что сейчас делают в США. Вот таким методом, варварским, уничтожая землю, можно будет добывать больше нефти. Но при этом, при всем это будет настолько дорогая нефть, что она не будет себя окупать. Поэтому ее добыча просто нерентабельна. И в таких условиях, представляете, весь этот, во-первых, регион, он под угрозой стать безработными. А весь российский бюджет под угрозой потерять четверть, а то и треть бюджета, доходов. То есть страна обеднеет на треть. Вы можете себе это вообразить? Значит, если не будут за эти 27 лет найдены другие источники дохода, как-то иначе повернута экономика, то страна обречена на бедность. Поэтому вопрос будущего Сибири, это на самом деле вопрос будущего России. И сегодня мы поговорим с Арченой именно об этом. Поговорим о том, какая перспектива ждет этот регион, конкретные города, которые находятся под угрозой вымирания. По сути говоря, ведь целые города в Сибири, они созданы только за счет нефтяной отрасли. Ну, нефтегазовой, скажем так. И если нефть заканчивается, то совершенно непонятно, чем эти города будут жить и чем эти люди будут жить. Сегодня это самые благополучные и благоустроенные города России. Через 27 лет это может быть район полного запустения пустыни. Пустыни, где выработаны все природные, ну, именно нефть и газ, и которая просто вымирает. И вот поэтому о будущем Сибири мы сегодня поговорим с Арченой. С Арченой я попросил посмотреть будущее вот каждого из этих крупных городов. Прежде всего это, конечно, Сургут. Сургут это крупнейший город Западной Сибири с населением почти 400 тысяч человек, который действительно является во всех смыслах лидером региона. Что ждет Сургут? Ну и другие города тоже. Я себе просто, чтобы все сразу, чтобы ничто не пропустить, я даже выписал себе их название. Итак, мы поговорим о Сургут, Ниждивартовск, Нефтьюганск, Ханты-Мансиск, Нягань и Коголым. Вот это наиболее города, находящиеся под угрозой. И их будущее нас в первую очередь интересует. Начнем с такой негласной столицы, хотя это не является столицей официальной этого региона, Сургута. Что видит Арчена? Далай, после 27 лет уже, Сургута. Сургута. Я вижу, что сейчас энергия этого города базируется на нефти и на успехе. Да, это правда, что ресурсы будут заканчиваться. Если брать даже весь этот регион, не вот конкретно названные мной только города, Да, вообще весь регион этот, я вижу, что его не ждет вымирание, поскольку я вижу, что идет, уже запускается постепенно переходный процесс, который сейчас пока еще не видим глазу и непонятен многим людям, но этот процесс приведет к трансформации экономики этого региона в нечто другое, тоже приносящее успех и доход. И я вижу, что процесс трансформации идет, на самом деле, огромный. Он только запускается, и это касается вообще всей российской экономики, которая на данный момент действительно базируется на успехе от продажи нефти и газа, но в дальнейшем это будет переходить в другие формы экономики. Многие люди видят только тот видимый материальный мир, и все свои выводы базируют только на этих материальных вещах. Но в нужное время откроется другая возможность. Многие вещи сейчас невидимы глазу, но они уже запущены, эти процессы. Я не вижу того, чтобы Сургут как-то захеревал, по крайней мере, в ближайшие 30 лет. За эти 30 лет будут открываться новые отрасли экономики, развиваться в этом регионе, будет идти активное строительство, и это приведет, в конечном итоге, к успеху. В свое время эти планы будут реализованы. По крайней мере, в следующие 30 лет я не вижу никакого снижения, никакого кризиса, никакого негатива. Даже если действующая промышленность нефтяная будет сжиматься, то другая промышленность, которая будет возводиться на этом месте, она будет, наоборот, компенсировать это все и расти. И это касается не только этого региона, а вообще в целом России, экономики, которая на данный момент базируется больше на нефти и газе, но это будет меняться, другие отрасли экономики будут сильнее развиваться. Даже если сейчас не видно, что там будет за горизонтом, то это не значит, что следует поддаваться панике. Там за горизонтом Арчена видит свет. Хорошо, с Сургутом мы разобрались, а что Нижневартовск? Так же я по поводу Нижневартовского, я вижу, что не следует беспокоиться о чем-либо. Я вижу, что есть уже планы по развитию этого региона, и эти планы будут успешно реализованы. Я вижу, что эта земля имеет очень мощную защиту, и никто не может эту защиту нарушить. Я вижу, что некоторые планы могут долго тянуться до реализации, но когда это начнется, это будет происходить изменения очень быстро. Для местных властей этого региона у меня есть хорошие новости. Не стоит волноваться, что регион захереет, у региона хорошее будущее. И я вижу, что новые возможности откроются для этого региона. Хорошо, а что по поводу нефти Юганска? Для региона нефти Юганска я вижу, что они будут менять их путь, где они сейчас делают. Для нефти Юганска я вижу, что грядут изменения, им придется менять то, чем они сейчас занимаются. Для этого региона я вижу, что, unfortunately, планы, которые они имеют, это не будет фруктовым. Я вижу, что для них как раз будут трудные времена, и планы, которые у них есть на будущее, они не все далеко реализуются. То есть, та промышленность, которая там сосредоточена, она будет больше смещаться в другие регионы. Но, тем не менее, будет возможность для того, чтобы перевести экономику на другие рельсы. Но эти новые возможности откроются, и возможности новые для роста также. Хорошо, а что по поводу столицы региона Ханты-Мансийска? Те разрушительные процессы, которые есть в городе Ханты-Мансийск, то, что там прекратило работу, я вижу, что это со временем будет восстанавливаться, и регион будет расти. На небольшом уровне я вижу потери в Ханты-Мансийске. Но это не значит, что надо складывать крылья и верить в то, что все плохо кончится для этого города. Наоборот, город будет расти и процветать. Я вижу очень позитивные изменения, которые видны уже на горизонте для Ханты-Мансийска. То есть проекты, которые есть уже по развитию этого региона, они будут успешны. Ну а что по поводу таких нефтяных тоже городов, как Нягань, Когалын? Я вижу, что тоже эти города будут процветать в следующие годы. Но то, что в следующие 30 лет будет с ними все хорошо, это как раз понятно мне. Там вопросов нет. Что будет через 30 лет? Мой вопрос, Арчени. Что будет через 30 лет? Ждет ли Западную Сибирь, а вместе с ней и всю Россию увядание? Или же найдутся какие-то методы, какие-то способы, чтобы сохранить процветание? Но в ближайшие 30 лет я понимаю, что все будет хорошо. Мой вопрос, что будет через 30 лет? Будет эта региона укрепляться, укрепляться или укрепляться? Комменты. После 30 лет, в будущих проектах это будет превращено. Это не будет прекращаться или не будет укрепляться, но это будет превращено в что-то лучшее, чем сейчас. Нет, не будет никакого разрушения, не будет никакого упадка. Будет переходный период в эти 30 лет, подготовка для роста новой индустрии, новых возможностей. Я вижу, что Россия найдет проекты, которые будут связаны с водородом. Уже на энергетическом уровне этот проект виден, просматривается. Это займет какое-то время, годы для того, чтобы это все воплотить на практике, но в конечном итоге это будет успешно. Еще многие проекты, которые люди пока просто не видят, но они придут в ближайшие годы и они будут успешны. То есть радикальные перемены идут. Арчена, видимо, имеет в виду тот самый проект, когда энергия будущего, Та самая чистая энергия, которой будут так стремиться люди. Это будет энергия, связанная с получением водорода. Возможно, вы слышали о том, что разрабатывается это топливо на основе водорода, которое будет топливом будущего, которое будет экологически чистым. И получается это топливо тоже не из воздуха просто так, а из газа, которого в России больше всего в мире. Поэтому сейчас, конечно, будет идти гонка за то, кто быстрее освоит эти технологии, кто быстрее сможет поставлять чистый водород по самым выгодным ценам, самый чистый водород. Это может спасти и нашу планету, и экологию. Поэтому, конечно, у этого региона есть перспектива, если именно в водородную тему оно идет. Но и так, как сказала Арчена, уже те новые проекты, которые пока невидимы глазу, но которые в ближайшие годы будут явлены, они тоже реализуются успешно. Россия найдет себя на этом новом пути, и это будет очень вдохновляющий путь. Дорогие друзья, мы, конечно, рады вашему вниманию ко всем темам, которые освещаем. Вот только жаль, что люди обычно всегда все внимание на какие-то внешние темы направляют, которые на самом деле, если вдуматься, никаким образом жизнь человеческую изменить не могут. Мы создали для вас заповеди, которые помогут вам действительно сделать свою собственную жизнь счастливой, здоровой, успешной. Эти заповеди мы дарим вам. Они находятся по ссылке прямо под этим видео. Пожалуйста, переходите и получите это знание. Разговор, который у нас сегодня о Сибири. Сибирь огромна, и тема эта еще не исчерпана. Поэтому мы будем говорить о ней и в следующих наших видео. А сейчас давайте поблагодарим Арчену за это важнейшее послание. Спасибо, Арчена. Спасибо большое. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Напишите в комментариях все, что вы думаете об этом. Поставьте ваш лайк. Поделитесь этим видео в социальных сетях. И до новых встреч на наших видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok